Сардиния – одна из самых древних и загадочных земель Европы. Таинственные менгиры, гробницы гигантов и ведьмины дома тысячелетиями хранят тайны ушедших времен. На этом острове, расположенном к западу от Апеннинского полуострова между Сицилией и Корсикой, и только здесь можно увидеть уникальное сооружение в форме башен, соложенное из гигантских грубообработанных камней в виде усеченных конусов. Эти строения связаны с давно исчезнувшей загадочной цивилизацией нурагийцев, которая существовала на острове Сардиния во втором тысячелетии до нашей эры. В основном нураги, именно так ученые назвали эти древние сооружения, встречаются в северо-западной и южно-центральной частях острова. Всего на острове учеными найдено около 8 тысяч башен, но по всей видимости в древности их было куда больше. Некоторые из исследователей называют цифры от 20 до 30 тысяч. К сожалению, полностью целых сооружений на Сардинии практически не сохранилось. Большая часть нурагов разрушена частично или до самого основания, а многие и вовсе занесены толстыми слоями земли. Сохранившиеся фрагменты указывают на хорошо продуманную и безукоризненно выполненную конструкцию. Стены нурагов сложены из базальтовых блоков весом до трех тонн. Искусные строители укладывали камни круг за кругом, без использования каких-либо связующих растворов, постепенно сдвигая к центру. Многотонные конструкции удерживались лишь за счет собственного веса, а главный секрет устойчивости заключался в применении камней разной плотности и формы. Если между камнями оставались щели, их забивали плоскими осколками породы. По мнению ученых, высота некоторых строений, не имеющих фундамента, достигала 20 метров, а их диаметр равнялся 30 метрам. У основания стены нурага были 4-5 метров толщиной. Вход в башню практически всегда располагался с южной стороны. Сразу за ним следовал широкий коридор, ведущий в круглую комнату со сводчатым потолком. В больших нурагах таких комнат было несколько. Своды сооружений также выложены с помощью сухой кладки. Это были поистине гигантские сооружения. Верхняя часть этих загадочных строений являлась своеобразной террасой с парапетом, куда поднимались по винтовой лестнице. Свет для освещения падал через узкие оконца в толстых стенах. Наверху на высоте 6 метров находился выход. Археологи предполагают, что этот выход был запасным, и связь с внешним миром осуществлялась посредством веревочных лестниц или подъемных мостов. Кроме отдельно стоящих башен сооружались целые комплексы. Вокруг центрального строения возводилось множество башен самой разной высоты, соединенных крепостным валом. Вокруг нурагов потом строились целые деревни из круглых каменных хижин, выложенных из камня. Между хижинами и башнями образовывались соединенные между собой узкие улочки, шириной меньше метра. Один из таких комплексов – Су-Нуракси-Ди-Барумини, центром которого является трехуровневая каменная башня, сооруженная около 15 века до нашей эры. Вокруг нее четыре башни, расположенные четко по сторонам света. Семь башен поменьше, соединенные стеной, образовывали внешнее кольцо. До наших дней сохранилось только пять из них. Рядом с башней хорошо сохранились необычные чаши, выдолбленные из цельного камня. Какую роль они выполняли в древние времена, пока неизвестно. Во внутреннем дворе прорыт колодец с питьевой водой, глубиной до 20 метров. Он имеет форму перевернутой нураги. В глубине его диаметр 4 метра, а кверху его каменные стены сужаются до размеров обычного колодца. Кстати, в колодце до сих пор есть вода. Под грудой камней в Су-Нураксе в 50-х годах прошлого века была раскопана странная статуэтка – модель нурага, по которой ученые смогли воссоздать его первоначальный облик. Видимо, древним строителям эта статуэтка служила макетом возводимой башни и заменяла чертежи. А уже в 2015 году на территории комплекса при раскопках были найдены две целые амфоры. Предполагается, что они сохранились, потому что были вкопаны в основание дома как оберег. О назначении нурагов у историков и археологов единого мнения нет и по сей день. Сейчас большинство ученых склоняется к мысли о многофункциональности нурагов. Простые постройки на вершинах холмов могли служить смотровыми башнями, а множество строений на побережье вполне можно считать вышками для наблюдения за морем, а также временным жильем для заходящих в порт торговцев. Нураги же более сложной конструкции строились в общинных центрах и могли предназначаться для собраний или же были храмами, резиденции правителей, а возможно, сочетали все эти функции сразу. По другой версии, нураги вначале строились для военных и оборонительных целей, а затем превратились в ритуальные центры. Вот еще один удивительный факт. Практически во всех исследованных нурагах археологи находили рога оленя. Они покоились в специальных углублениях под стенами. Возможно, олень для нурагийцев был священным животным, а также мог почитаться и как дух-хранитель жилища. О нурагийцах сегодня известно совсем немного. Их происхождение и этническая принадлежность туманны. Единственное, о чем с уверенностью заявляют исследователи, нурагийцы не были индоевропейцами. Первые люди на Сардинии появились почти 10 тысяч лет назад. Возможно, с Корсики. Некоторые ученые полагают, что в период позднего палеолита вообще существовал своего рода мост Африка, Сардиния, Корсика, Европа. И переселенцы могли прийти откуда угодно. Вторая волна переселенцев пришлась на эпоху неолита, где-то 4-5 тысяч лет назад. По мнению известного русского ученого Немировского, Сардиния в эпоху строительства нурагов была промежуточным пунктом миграции предков этрусков из Малой Азии в Италию. Действительно, изделия искусства нурагийской культуры обнаруживают определенное сходство как с этруским искусством, так и с изделиями Восточного Средиземноморья. Однако, по мнению этрусколога Массимо Палатино, архитектура нурагийской культуры была в свое время самой прогрессивной для всех цивилизаций Западного Средиземноморья. Получается, что нурагийцы – не этруски, не народы моря, не коренные жители Сардинии, не иберийцы и не североафриканские племена, организовавшие в тот промежуток времени на острове самостоятельные поселения. Тогда кто же они? Симбиоз нескольких культур или же культура самостоятельная? Ответа нет до сих пор. Закат нурагийской культуры начался с приходом финикийцев. Сардиния оказалась втянутой в войну за место под солнцем, а затем, около II века до н.э., оказалась подчиненной Риму и начала постепенно исчезать. Часть исследователей полагает, что нурагийцы свои башни хоронили, в буквальном смысле этого слова. Такая гипотеза родилась из факта, что все нураги на Сардинии были найдены в курганах одинаковой формы. Вероятно, что перед тем, как навсегда покинуть эти места, его жители замуровывали все входы в сооружениях каменными плитами, а потом засыпали все землей. Однако возле нурагов не было котлованов. Откуда могли бродемлю на засыпку построить? Значит, она привозилась? Но откуда и каким образом? Пока не ясно. Нурагийская культура не исчезла бесследно. Помимо нурагов, она оставила о себе массу других свидетельств. Священные колодцы, захоронения, известные под названием гробницы гигантов, а также бронзовые изделия, в основном статуэтки, известные как бронзетто. Чаще всего бронзовые фигурки изображали воинов, охотников, животных и женское божество, скорее всего, танит. Приобретенные на основании анализа бронзетто данные позволили некоторым ученым высказать мысль, что нурагийцы – это народ, в числе немногих стоявший у истоков европейской цивилизации. Субтитры создавал DimaTorzok